Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня день славянской письменности и культуры. Муниципальные библиотеки города Архангельска подготовили интересную познавательную программу онлайн-мероприятий. Фонд Центральной городской библиотеки имени Ломоносова в дар от автора поступила новая книга Василия Николаевича Матонина «Кочевой дневник». Недавно это издание победило в конкурсе «Книга года 2020» в номинации «Книга для всей семьи». «Кочевой дневник» – путевые заметки участника экспедиции по реке Лени и Северному морскому пути на кочах святитель Николай и апостол Андрей. Книга адресована романтикам, мореходам, исследователям Арктики и широкому кругу читателей. Мы пригласили в гости автора этого издания, поэта, члена Союза писателей России, профессора Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова, главного редактора историко-литературного альманаха «Соловецкое море» Василия Матонина. Василий Николаевич расскажет о своей новой книге, куда вошли авторские стихи, фотографии автора и участников экспедиции. Дорогие читатели, дорогие друзья, я хочу вам рассказать о книге, которая называется «Кочевой дневник». Эта книга посвящена романтикам, мореходам, этнографам. Здесь представлены материалы морской арктической экспедиции по пути Семёна Дежнёва. Экспедиция эта была осуществлена в 2011-2013 годах в течение трёх навигаций. Я участвовал в двух этапах этой экспедиции по ходе от истоков реки Лены до Тикси и от Тикси, следующую навигацию 2013 года, до Анадыря по Северному морскому пути через несколько морей. И это был, пожалуй, первый удачный опыт каботажного плавания по Северному морскому пути на традиционных судах. Что это за экспедиция и кто её организовал? Кто был руководителем этой экспедиции? Экспедиция организована по инициативе директора фирмы, занимающейся экстремальным туризмом, Russian Discovery, Тимофея Рогожина. И Чукотское правительство благословило эту экспедицию, помогло финансировать это дорогостоящие предприятия, потому что кочи надо было построить сначала, и строили их на верфи в Петрозаводске, Полярный Одиссей называется, это верфи. И всячески нам помогало чукотское правительство, и в частности помощника губернатора Копина Рябухина Ирина Юрьевна. Кроме того, этой экспедиции помогали, и более того, были её организаторами. Институт природного и культурного наследия, экспедиция МАКЭ, постоянно действующая экспедиция Петра Владимировича Боярского, географическое общество, чилингаров и так далее. Многие замечательные люди. И для меня это событие было чрезвычайно важным в жизни. И экспедиция ставила перед собой не только задачу пройти северным морским путём, но важно было ещё и изучать особенности поморской культуры, искать артефакты, какие-либо предметы, свидетельствующие о традиционной культуре и о поморской культуре. Важно было понять, что чувствовали люди, находящиеся в экстремальных обстоятельствах. То есть, это была возможность изнутри прикоснуться, почувствовать на себе особенности полярного плавания. Дело в том, что вот эти кочи, на которых мы шли, они, конечно, очень условные, они лишь косвенно соответствуют оригиналу, потому что никто на самом деле не знает, как выглядели кочи. Это небольшие лодочки, по сути дела, небольшие два судна 10 метров длиной, парус 5 на 5 метров, одна мачта, вот такой вот чердачок, каюта, вот, собственно, и всё. Двигатель, да, были на двух кочах дизели, 16-ти сильные. Ну, вы понимаете, что это, конечно, очень условная помощь парусу. Хотя без этих двигателей мы бы, наверное, и не прошли, потому что ветер был преимущественно встречным. То есть, видимо, в 17 веке определяющим направлением ветра было противоположное направление. А северо-восточный ветер нас преследовал, вернее, встречал нас в лицо. И я записывал, как, впрочем, и каждый из исследователей, а там были вот эти люди. Вот Тимофей Рогожин, вот он, там был Геннадий Храпов, сотрудник Института природного и культурного наследия. Нашим капитаном был вот Александр Карачев, помощником начальника экспедиции был Алексей Волобой. Кирилл Савчук был капитаном на коче, святитель Николай. Ну, и вот, надо было не только пройти, но проводить исследование. То есть, поначалу мы измеряли температуру воды, направление ветра, и фиксировали суда, которые приходили нам навстречу. А я разговаривал с местными жителями, и вот мы шли через Бурятия, Якутия, Чукотка, и потом нам говорили, не забывайте, что и русские люди здесь живут. Понимаете? И вот эти наблюдения лежали грузом тяжким. То есть, какие-то статьи были опубликованы, исследовательские, но хотелось рассказать об увиденном, тем более дневники были. И вот получилась такая книжка, которая является, в общем-то, очень пестрой по своему содержанию. То есть, здесь есть описание увиденного, какие-то впечатления от природы, от встреч с людьми, наблюдение культурологического характера, стихи. И здесь есть и многочисленные интервью. То есть, получился такой своеобразный срез, понимаете, вот жизни, быта людей, живущих на территории бывшего СССР, на территории Бурятии, Якутии, Чукотки. И это чрезвычайно интересно. Это дает представление о экономической ситуации, о трудностях, с которыми сталкиваются так называемые простые люди, хотя простых людей нет, конечно же. И здесь прослеживается внутренняя жизнь в сообществе, замкнутом. Вы представляете, когда на четырех квадратных метрах четыре человека в течение долгого времени находятся, возникают какие-то внутренние проблемы. И не просто проблемы, а пробируются способы решения коммуникативных задач. И все это довольно любопытно. И кроме того, здесь есть фотографии, сделанные во время путешествия, в том числе цветные снимки. Вот видите, вот наш капитан Александр, вот ваш покорный слуга. И мы находимся в этом неком чердаке нашего коча, который назывался апостол Андрей. И что было взято за образец? Когда строили эти суда за образец, были взяты рисунки голландского мореплавателя Николаса Витцина. Он рассказывал о судах московитов, и среди этих рисунков можно было видеть гравюру кочи. Ну и вот этот коч был восстановлен. А сейчас, я не знаю, может быть, прочитать какие-нибудь фрагменты из книги. Я не хочу ее рекламировать. Не хочу рекламировать. Потому что каждый читатель должен делать, видимо, свои открытия. Я помню то состояние замечательное, знакомое из детства, когда приходишь в библиотеку и смотришь что-нибудь интересное, чувствуешь тот особый запах книг. И самые интересные книги всегда лежат на столе библиотекаря, потому что только что их кто-то сдал. А если кто-то сдал, то есть кто-то читал. И они самые потрепанные, самые потрепанные, самые интересные. А потом уже узнаешь, кто написал, что это за человек и так далее. Ну вот что-нибудь я прочитаю. У меня нет закладок. Геннадий, пишешь? Пиши, пиши. Видишь, половина мира пропала. Там ничего нет. Это не туман, занавесочка. За обедом. Звание пенсионера, перенесшего инсульт, дает мне право быть полным дураком. Ну, до полного дурака тебе полнеть и полнеть. В общем, знаете, товарищи мои были совершенно замечательными людьми. Почему были? Слава Богу, мне кажется, все здоровы. Кто-то был бывший полицейский. Ловил преступников в Мытищинском районе. Делал это очень хорошо. За что был уволен и переквалифицировался в научные сотрудники. Кто-то окончил Московский университет с отличием. И поступил в аспирантуру в должности военного топографа. Но вообще профессионалов, людей, которые имеют большое опыт хождения под парусом, у нас почти не было. Разве что Александр, тоже бывший военный полковник. То есть, народ весьма разный. По своим взглядам, по своим убеждениям, по своим мироощущению и миропониманию. И тем более интересно было то, как мы уживались, как мы находили в общий язык. Я предложил, например, перейти в общение друг к другу на «вы». Потому что в условиях территориальной, пространственной тесноты должно быть некое автономное пространство. И у каждого человека вежливость такое пространство дает. Собаки воют о ком. На метеостанцию ехали мимо разбитой ржавеющей техникой. На Бире и БТРах, механизмах неизвестного назначения. На солнышке серебрилась мусорная свалка. Много пустых железных бочек. Стекла в домах домов выбиты. Одни окна заколочены досками, другие смотрят пустыми глазницами. Сварщики трудятся над оградой из железной проволоки. Что она призвана разделять или соединять, непосвященному понять невозможно. Не только из таких печальных наблюдений состоит эта книжка. Эвены и эвенки – охотники. Их пространство – лес, сопки, берега маленьких лесных рек и ручьев. Якуты – скотоводы. Им необходимы заливные луга, русские земледельцы. Их территория – пашня. Наиболее удобное место расселения – устья малых рек, впадающие в большую реку. Или устья реки, впадающие в море. Идёт тополиный снег, ложится на землю пух. Слышится женский смех, молятся волны вслух. Бедная моя Русь, тропинка вдоль моря, дом. Когда-то ещё вернусь. Однажды, один, потом. Ну и вот, такие наблюдения можно найти у речной воды женский характер. Сегодня меня не кусают оводы. Почему? Возможно, потому что я ни одного из них не убью. Можно предположить, что если мы будем поддерживать этические отношения с природой, она не будет враждебна к нам. Норма устанавливается по отношению к избыточности. Расширение пространства Руси и России за пределы полярного круга и на северо-восток встреч солнца, мотивированного упованиями на спасение в духовном смысле и в буквальном значении. Также и в советские времена людей привлекали в Арктику и длинный рубль, и романтика, и не всегда возможно отделить одно от другого. Заполярье воспринималось как территория осуществления мечты и надежды на новую жизнь. Или вот, например, культурологического характера размышления. Сомневающийся человек обречен на ошибку, потому что сомнение не прекращается, она растает после сделанного выбора. Отечественная история напоминает движение маятника от сомнения к действию. Культура России формируется как совокупность бинарных оппозиций. Тени прошлого имеют свойство обретать плоть и кровь, а живые люди становятся тенями прошлого. Самоидентификация требует разделения и противопоставления. И вот каждый из этапов заканчивается наблюдениями в форме тезисов. Ну вот, например, из опыта первой Ленской экспедиции. Один берег реки вертикальный, мужской, другой пологий, женский. Вода разделяет берега и не похожа на них. На лодке все самое главное происходит здесь и сейчас. Не имеет значения, кем ты был, чего ты достиг. Все умения реализуются в настоящем. У путешественников фантомное сознание. Они здесь и уже не здесь. Пути – это нигде. Проблема современной культуры в отсутствии смысла. Все есть, а смысла нет. Есть ресурсы, возможность, таланта – сказать нечего. Северные условия сближают народы. Север выбирает людей по способности приспосабливаться к его условиям, а не по этническим признакам. Теснота – явление не территориальное, а психологическое. Пространственная цель объединяет непохожих людей. Женщина отражает мужчину. Природа учит женщин приспосабливаться к обстоятельствам. Это качество необходимо для выживания и сохранения потомства. Капитан становится похожим на свой корабль. Однажды я проснулся и услышал слова в себе, еще как отголосок сна. Вода со стрежней реки обладает жизненной силой. Может быть, так оно и есть. Река – дорога. Река преодолевает замкнутость леса. Сочетание ландшафтов проецируется в сосуществовании народов. Тунгусы живут вдоль речек, впадающих в Лену. Они таежники. Они таежные люди, охотники и рыболовы. Якуты, тюрки, скотоводы. Их пространство – это луга вдоль Лены. Русские земледельцы выбирали для жительства места, сочетающие различные ландшафты и предполагающие возможность заниматься хлебопашеством. Особенно привлекательны берега в районе устья небольших рек, впадающих в Лену. И так далее. И заканчивается книга стихотворением. «Вот и кончилось кочевье мое, Путь к себе или дорога домой, Снег укроет и жневье, и жилье, Всех согреет наступившей зимой. Да чего ж и наша жизнь коротка, Словно лето или белая ночь, А надломленная береза рука И прощается, и просит помочь». Вот такая необычная, может быть, Необычная книжка. Так что, если где-то увидите, То Милости прошу прочитать Или посмотреть. Вдруг что-то найдете для себя Значительно и интересно. И тогда цикл действия, Намерения, действия, Результат Будет Завершен. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова